киштазе в князи очень хорошо сказано так давать вопрос тогда что это новости какие-то завтра тогда мы пройдем тут очень много новостей еще осталось просто безумное количество какие там новости меркель агент кгб до или штазе слова как вы думаете ведет ли евросоюз полицейскую ведет ли евросоюз полицейскую миссию на донбасс и поможет ли это восстановление миру украине сейчас пока нет оснований никаких полагать все же меняется понимаете это же договоренности должны быть вообще был бы совершенно нормально конечно если бы не евросоюз а он в рамках он это случилось бы и судя по выступлению путина он даже и путин то тут не против потому что он сам хочет решить этот вопрос он как действует как определенные животные до который засунул голову а сама не пролазить никак он не может пролезть вот он хочет чтобы ему помогли слава где маска ну нет все ничего нет маски ушла все маску ушла революцию делает революцию делает маска вопрос иран и саудиты согласны заморозить добычу в канаде крупный пожар мешает добывать нефть америка сокращают добычу и заявляет что ослабит доллар ждем курс доллара 40 рублей цен на нефть 150 ну нет конечно во первых канадские пожары предположим канад вообще не добывает ни грамма нефти вот просто ни грамма и с той добычей которая идет в канаде как нибудь серьезно цена на нефть что ли возрастет да нет масса стран который мгновенно увеличит добычу и перебьют даже канаду то сейчас саудовской аравии может увеличить объем конечно ли ты практически все нефтедобывающие страны кроме ирана могут легко увеличить добычу айран он тоже может увеличить но он это делает просто каждый день он это делает то есть будет такой или не будет от этого не на не на грамм он больше добывать не будет они стремятся как можно больше у них есть предел 10 миллионов баррелей в сутки а еще там два с чем-то добывает ну то есть еще вон сколько надо расти поэтому все остальные могут совершенно спокойно даже венесуэла может увеличить добычу можете представить слава почему тебя не банит а вы мне скажите а как можно меня можно только из пистолета забанить вот я в ю тубе нахожусь если они пожалуются как-то на четвертые сутки на четвертые сутки какое-то конкретно и они еще должны там доказать что-то какой-то конкретно мое видео будет забанено ну и ради бога на четвертые сутки его посмотрят уже все кто должен был посмотреть причем люди если они будут банить и будет происходить на четвертые сутки то тогда люди будут стараться посмотреть до четвертых суток раз а другие люди будут стараться перекачать и разместить это где-то до четвертых суток таким образом ну как минимум вдвое они количество просмотров увеличить они там хоть и и дураки но консультант это у них не дураки мы тоже думали о чем они не банят а потом ну человек который в этих делах понимает он нам подробно все объяснил почему не мы не банят потому что это бесперспективно они же не могут мне канал забанить канал не мог то они вот конкретные видео ну и ради бога мы заболели на четвертые сутки и прибавили мне еще больше народ если вдруг забанит как каким-то образом непонятно там я не знаю договорятся с гуглами дата как китайцы но у нас есть еще канал и вот один из них запасной канал который у нас есть вы на него обязательно подписывайтесь сколько сейчас там народ подписался на запасной но это мало надо надо как можно больше чтобы был подписан потому что если действительно кто-то забанит чтобы все люди могли сразу же перейти вопрос что скажете про казахстан 1 мая были волнения ничего говорить про казахстан давайте как-то я говорю выделим сегодня мы говорили про назарбаев и про то между какими огнями он находится и тут говоря о казахстане нужно разбирать отдельно каждый фактор вот из всех названных факторов то есть казахские националисты русские националисты которые в казахстане живут путин который в россии живет со своим бредом турки который с которыми хочет дружить назарбаев да и китай с которым назарбаев приходится дружить плюс исламисты еще которые они все-таки их нельзя отождествлять с казанскими националистами исламисты это все-таки пан исламизм это такое всеобщее исламистское движение там есть еще и их казахские какие-то национальные исламисты то есть там настолько такой салат замешан крутой что здесь в общем-то анализировать нужно каждую позицию и смотреть как будет относиться к этому сам назарбаев а он сильно так сказать встряхнулся он сильно боится он заявляет о том что будет там гнобить всех мы говорили что будет в отмеску он зря это сказал ему не нужно было говорить что будет как противостоять народу вот ты чё так можно по дороге проехали от этого нас потолок падает так вот ездит у нас так много народу что звучит как стишок про дом который построил джек да еще хуже гораздо хуже потому что я еще несколько нескольких факторов не назвал которые будем считать второстепенными как как ни парадоксально они не второстепенные то экономические факторы связанные с ценой на нефть с ценой на уран ну то чем торгует казахстан вы так далее зерну опять же у нас есть такая категория троллей которые постоянно пишут о том что мальцем руководят евреи потому что он не говорит про евреев про масонов и так далее мы наверно не будем сейчас на этом останавливаться просто советую всем поискать видео по м 2008 года с вашим участием на канале ртр или как он тогда назывался ты даешь не помню вернись этим даже у нас по вам на канале на этом есть это видео 30-минутное где и про масонов и про евреев и про кого только нет и все это было по центральному телевидению никто ничего не боялся и все до сих пор есть в открытом в общем-то виде говорим на я говорю мы не хотим вот утыкаться в этот тупик который такой и жидомасонский он называет жидомасонский тупик потому что но наверное все таки мы видим мир более многообразным чем вот все что происходит это вот какие-то там эти выдумали сионские мудрецы масоны но наверное нет ребят наверно наверное мир более многообразный и не под силу никаким сионским мудрецам выдумать такую фигню которая происходит сейчас вот здесь да то есть столько вот мы про одного назарбаеву сказали и обратите внимание я не учел вот того фактор который называется сионские мудрецы жидомасоны да а почему потому что ну вот они вот представьте фактор китай влияние какой-то оказывает да безусловно там киссинджер оказывает на китае но какое-то влияние сейчас но это не очень значительное влияние и в рамках вот того влияние который китай оказывает на казахстан вот это жидомасонская составляющая как ее называют она там граммуль какую-то исламисты оказывает влияние на казахстан там сколько это составляющие так далее когда вы все это просчитаете вы увидите что ну да ну есть определенная так сказать категория граждан которые можно назвать сионистами есть категория граждан который можно назвать масонами причем она не всегда тождественна обратите внимание то есть если кто-то отождествлять масону сионистами в это зря делаете в америке 5 миллионов масону дачу они все сионисты что ли все они евреи вовсе нет то есть совсем как бы другие механизмы срабатывают поэтому эту жизнь она весьма сложная не не надо ее упрощать все пытаются все упростить я понимаю что любая система стремится к упрощению ну из-за этого она иногда и проигрывает упорно просят дать ссылку на запасной канал ты не боишься что тебя застрелят как немцова я уже много раз говорил не боюсь а что еще раз сказать не боюсь каждый раз мне открывать новости где здрасте там это аж подготовка я не боюсь что меня застрелят я не боюсь что меня застрелят упорно просят ссылку на запасной канал она в описании как и все остальные да да вы посмотрите там все будет нормально так что там еще на учительницу пишет что на учительницу из челябинска завели уголовное дело за насилие над учениками и сложные домашние задания да там что-то астах по этому поводу высказывался уже успел он должен туда ехать осмотреть проверять домашние задания такой безумие ну сейчас бред вот все что происходит бред завтра у нас там телемост тоже мы хотим провести с волгоградом телемост тоже там совершенно бредовое обвинение человеку завтра у него суд посмотрим ну наверное приговор все таки будет обвинительный завтра на эту тему собираемся поговорить болтах у меня сегодня звонил и мы договорились посмотрим я надеюсь не сорвется завтра этот телемост то есть абсолютно бредятельного все мы сегодня ни разу еще не сказали о том что уже грядет да ибо грядет праймерис вот ни разу мы об этом себя да да праймерис да поэтому просим регистрироваться на сайте волна перемен для того чтобы вы смогли проголосовать за мальцева я говорю нас очень сверх задача победить там на праймерис ну в общем то она выполнима если все все захотят помочь и и нам и самим себе вы же понимаете что мы на самом деле тут голосуем не за мальцева и не на волне перемен это голосование за 5 11 17 года это голосование за революцию то есть поэтому если вы даже проживаете на украине у вас наверняка есть друзья в россии вы можете связаться с друзьями в россии попросить чтобы они зарегистрировались проголосовали за мальцева если вы проживаете в россии у вас есть семья который тоже можно зарегистрировать там и проголосовать за мальцева чем больше будет голосов за мальцева тем ближе и и реальнее будет наша революция поэтому еще раз напоминаем что зарегистрироваться на сайте необходимо до 25 мая голосование будет 28 и 29 то есть те люди которые сейчас пишут что мы проголосовали мы зарегистрировались и проголосовали вы не проголосовали просто почему это важно потому что кто-то может быть искренне хочет там помочь но не понял вот процесса да и думает что сейчас он уже проголосовал а когда нам необходим будет его голос на самом деле он просто подумать что свой долг уже выполнил поэтому 28 и 29 голосования весело команды добрал прекрасно молодцы я вообще никого не подбирал вот так в жизни устроено что она все подбирает само собой это же ну саморегулируемая система то о чем мы говорим и во власти так должно быть саморегулируемые системы они самые выживаемые то есть самые жизнеспособные правильно сказать а то я как как сказал не по-русски жизнеспособны пишут соратники такое трогательное сообщение вячеслав пообещайте моей маме что вы ее не обманете после того как все случится 28 мы с вами с удовольствием конечно я предельно искренен и я знаю что я никого не обману я сам могу в чем-то обманываться безусловно потому что я полон полон своих заблуждений полон своих предрассудков да ну я искренен абсолютно и я в общем-то пойду до конца так в рашке малоадекватных людей какая революция вот в самом вопросе противоречия логике в рашке малоадекватных людей какая революция как раз как раз как раз революция потому что с понять с понимание адекватный что значит адекватный человек этот вот такой вот серая масса такая вот такой который пи чем больше неадекватных то есть кто такие неадекватные но и пассионарий в любом случае тем вероятность революции выше чем больше пансия пассионариев тем выше его возможность того что будет революция при революционной ситуации потому что сколько не было пассионариев с не будет революционной ситуации никакая революция невозможно время так люди запуганные люди всегда запуганы это нормально это очень хорошо 90 процентов амеба нам нужно всего два процента чтобы сделать максимум по поводу того что люди запуганы и вы правильно сказали что это в каком смысле хорошо даже любой человек который ну хотя бы поверхностно знает основы психологии знает что у человека первый инстинкт во время страха это ступор а дальше если он этот этап превосходит да то есть проходит этот этап то у него открываются там какие-то недюжинные способности все прекрасно знаем эти истории как там бетонные плиты в несколько тонн там женщины поднимали и так далее поэтому сейчас с точки зрения такой глобального нашего общества да это тоже может сыграть определенную роль то есть сейчас люди в определенном ступре до от страха а вот что произойдет дальше никто наверно сказать не сможет дете говорил что если человек если воин не убегает он уже удваивает свою храбрость только тем что он не бежит еще пока ну и любой психиатр скажет что психически больные на свои галлюцинации мы говорили об этом реагирует также как на всякие страхи и ужасы реагируют нормальные люди то есть большая часть более 80 процентов около 90 психбольных убегает прячется и так далее но есть некая часть буйных которые начинают с этими там вурдалаками и фашистами там покойниками драться там воевать вот как раз они большие проблемы эти психи создают нормальные люди действуют абсолютно также то есть большая часть убегает но есть некая часть которая остается и сражается вот это именно те кто нам нужен те кого выбирал александр македонский который когда пугают они не бледнеют а краснеют да он так выбирал раз побледнел мне в сторону а это покраснел все в первый ряд такие вот дела все до новой исторической эпохи остался у нас 542 дня срок уже близенько что спасибо что вы нас смотрите у нас реквизиты менялись будьте внимательны спасибо что смотрите нас до свидания до свидания